После того, как в 1939 году немецкие войска заняли территорию, на которой располагался польский город Освенцим, они переименовали его в Аушвиц. Впоследствии здесь построили три концлагеря, которые так и назывались – Аушвиц-1, 2 и 3. Административным центром стал Аушвиц-1, основанный 20 мая 1940 года. Вход в него украшает знаменитая надпись – Arbeit macht frei, что значит «труд освобождает». Однако всё было с точностью наоборот. На территории этого концлагеря выносили смертные переговоры в отношении участников движения «Сопротивление», а также тех, кто пытался бежать из плена. Место расстрела – коридор и глухая стена казни, около которой сейчас горят лампадки и оставляют живые цветы в память об убитых. Сейчас на территории Аушвиц-1 расположены музейные комнаты. Можно только ужаснуться тем ужасам, которые переносили заключённые. Здесь хранятся 2000 тонн волос, которые снимали сузнец перед смертью, протезы убитых, личные вещи, десятки тысяч взрослой и детской пар обуви. Дети из Польши, России и Украины уничтожались в газовых камерах. Аушвиц-2, также известный как Биркинау, это то, что обычно подразумевают, говоря, собственно, об освенцами. В нём в одноэтажных деревянных бараках содержали сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. За 24 часа в двух крематориях в прах превращали 5000 тел. К концу войны уничтожение людей в Освенциме было поставлено на поток. Порой заключённые ждали по несколько часов своей очереди в газовые камеры, а крематорий не справлялся с количеством трупов. Остановлен был лагерь смерти благодаря советским войскам. 27 января 1945 года они с боями освободили концлагерь Освенцим. Сейчас в одном из зданий музея целый этаж посвящён советским солдатам. Принимавшему участие в освобождении заключённых из самого страшного концлагеря человечества.